Радиально-поршневой насос это роторно-поршневой насос, у которого ось вращения ротора перпендикулярна осям рабочих органов или составляет с ними угол более 45 градусов. Вытеснителями в радиально-поршневых насосах являются поршни или плунжеры, линейное перемещение которых обеспечивается за счет эксцентриситета между поверхностями ротора и корпуса или вала и корпуса. Если в радиальном насосе установлены плунжеры, то его называют радиально-плунжерным, если поршни радиально-поршневым. Плунжеры или поршни могут быть установлены во вращающемся роторе или находиться вне ротора. Рассмотрим принципиальную схему работы радиально-плунжерного насоса. Плунжеры размещены в отверстиях, выполненных в роторе. Зазоры между поверхностями плунжеров и ротора минимальны. При этом плунжеры могут легко перемещаться внутри отверстий. Ротор с плунжерами установлен в корпусе насоса с эксцентриситетом. При вращении вала за счет центробежной силы плунжеры прижимаются к внутренней поверхности корпуса. За счет эксцентриситета плунжеры совершают линейное перемещение внутри ротора. В момент увеличения объема рабочей камеры полость под плунжером заполняется рабочей жидкостью. При уменьшении объема рабочей камеры жидкость вытесняется плунжером в напорную магистраль. Полости всасывания и нагнетания в представленном примере разделены пластиной. Рассмотрим схему реального радиально-поршневого насоса с тремя поршнями. В корпусе насоса установлен вал, имеющий шейку, выполненную с эксцентриситетом. На эту шейку опираются полые поршни, которые могут линейно перемещаться во втулках, установленных на сферических опорах. Прижим поршня к поверхности вала обеспечивается пружиной. Внутри поршня установлен всасывающий обратный клапан. Внутри сферической опоры нагнетательный обратный клапан. При вращении вала поршни совершают линейное перемещение внутри втулок, изменяя объем рабочей камеры. В момент увеличения объема рабочей камеры, за счет создающегося разрежения, всасывающий клапан открывается, а напорный клапан прижимается к седлу. В момент уменьшения объема рабочей камеры, напорный клапан за счет возрастания давления в камере открывается, рабочая жидкость вытесняется в линию нагнетания. Всасывающий клапан на этом этапе закрыт. Радиально-поршневые насосы позволяют создать и длительно работать на высоком давлении до 700 атмосфер. Их используют в гидравлических системах металлургических прессов, прокатных станок, установок по обработке полимеров, зажимных устройствах станков. Подробнее о работе радиально-поршневых насосов читайте на сайте. Ссылка в описании.